Как это ни странно, но единственный карась, живущий в пруде близ дачи генерала Панталыкина, влюбился по самые уши в дачницу Соню Мамочкину. Впрочем, что же тут странного? Влюбился же лермонтовский демон в Тамару, а лебедь в Леду. И разве не случается, что канцеляристы влюбляются в дочерей своих начальников? Каждое утро Соня Мамочкина приходила со своей тетей купаться. Влюбленный карась плавал у самого берега и наблюдал. От близкого соседства с литейным заводом Кранделя-сыновья вода в пруде давно уже стала коричневой. Но, тем не менее, карасю все было видно. Он видел, как по голубому небу носились белые облака, как разоблачались дачницы, как из-за прибрежных кустов подглядывали на них молодые люди, как полная тетя, прежде чем войти в воду, минут пять сидела на камне и, самодовольно поглаживая себя, говорила, «И в кого я такой слону родилась, даже глядеть страшно». Сняв с себя легкие одежды, Соня с визгом бросалась в воду, плавала и пожималась от холода. А карась тут, как тут, подплывал к ней и начинал жадно целовать ее ножки. Выкупавшись, дачницы уходили домой пить чай со сдобными булками, а карась одиноко плавал по громадному пруду и думал, «Конечно, о шансах на взаимность не может быть и речи. Она такая прекрасная, меня карася полюбить не сможет, тысячу раз не сможет. Не обольшай же себя мечтами, презренная рыба, тебе остается только один удел – смерть. Но как умереть? Револьверов и фосфорных спичек в пруде нет». «Для нашего брата, карасей, возможно только одна смерть – пасть щуки. Но где взять щуку? Была тут в пруде когда-то одна, да и та и сдохла от скуки. Ох, я несчастный!» И, помышляя о смерти, молодой пессимист зарывался в тину и писал там дневник. Однажды перед вечером Соня и ее тетя сидели на берегу пруда и уделили рыбу. Карась плавал около поплавков и не отрывал глаз от любимой девушки. Вдруг в мозгу его, как молния, сверкнула идея. «Я умру от ее руки», – подумал он, и весело заиграл своими плавниками. «Ох, это будет чудная и сладкая смерть!» И, полной решимости, только слегка побледнев, он подплыл к крючку Сони и взял его в рот. «Соня у тебя клюет!» – взвизгнула тетя. Соня вскочила и дернула удочку изо всех сил. Что-то золотистое сверкнуло в воздухе, шлепнулось в воду, оставив после себя круги. «Сорвалось!» – вскрикнули обе дачницы, побледнев. Посмотрели на крючок и увидели на ней рыбью губу. «Ах, милая!» – сказала тетя. «Не нужно было так сильно дергать. Теперь бедная рыбка осталась без губы». Сорвавшись с крючка, мой герой был ошеломлен и долго не понимал, что с ним произошло. Потом же, придя в себя, он простонал. «Опять жить!» – о, насмешка судьбы! Заметив же, что у него недостает нижней челюсти, карась побледнел и дихо захохотал. Он сошел с ума. Но я, боюсь, как бы ни показалось странным, что я хочу занять внимание серьезного читателя судьбою такого ничтожного и неинтересного существа, как карась. Впрочем, что же тут странного? Описывают же дамы в толстых журналах никому не нужных пискарей и улиток. А я подражаю дамам. Быть может, даже я сам дама и только скрываюсь под мужским псевдонимом. Итак, карась сошел с ума. Несчастный жив еще до сих пор. Караси вообще любят, чтобы их жарили в сметане. Мой же герой любит теперь всякую смерть. Соня Мамочкина вышла замуж за содержателя аптекарского магазина, а тетя уехала в Липецк к замужней сестре. В этом нет ничего странного, так как у замужней сестры шестеро детей и все дети любят тетю. Но далее. На литейном заводе кранделя сыновья служит директором инженера Крысин. У него есть племянник Иван, который, как известно, пишет стихи и с жадностью печатает их во всех журналах и газетах. В один знойный полдень молодой поэт, проходя мимо пруда, вздумал выкупаться. Он разделся и полез в пруд. Безумный карась принял его за Соню, подплыл и нежно поцеловал его в спину. Этот поцелуй имел самые гибельные последствия. Карась заразил поэта пессимизмом. Ничего не подозревая, поэт вылез из воды и дико хохоча отправился домой. Через несколько дней он поехал в Петербург. Побыв там в редакциях, он заразил всех поэтов пессимизмом. И с того времени наши поэты стали писать мрачные и унылые стихи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА